Здравствуйте, дорогие друзья! И мы продолжаем с вами читать большую русскую сказку. Напомню вам, что эта сказка про двух близнецов, Олю и Колю, которые недавно закончили первый класс и попали в 30-е царство для того, чтобы спасти от змея Горыныча Василису Премудрую. Давайте посмотрим, кто с нами будет слушать сказку. Посмотрите, наша радость уже улеглась. Видите, она вместе с вами будет слушать Рада. Рада, подними голову, поздоровайся с детками. Поздоровайся с детками, дай лапку, дай лапку. Ну, дай лапку. Не хочешь? Она уже приготовилась слушать вместе с вами сказку. Ложись, ложись, моя хорошая. Вот. А мы послушаем приключения Оли и Коли. К вечеру крошечка-хаврошечка покричала Олю и Колю идти мыться в баню. Баня оказалась крепким домиком без окошек на самом берегу бурлящего ручья. Оля и Коля вошли в крошечный предбанник и оставили на лавке свою одежду. Хаврошечка открыла толстую дверь, и ребята попали в маленькое темное помещение, где все кругом, кроме скамьи посередине, было черным. Черные стены, черный потолок и черная печка из груды больших черных камней, сложенной горкой. Ух ты! Коля дотронулся пальцем до стены, и палец тоже стал черным. Что это? Удивился мальчик. Копоть, сказала хозяйка. Уисадила детей на чистую лавку. Она окатила их водой из тяжелого деревянного ушата и объяснила, что эта баня называется черной, потому что топится по-черному, печкой без трубы. А есть еще баня белая. В ней не такая печка-каменька, как эта. Она кинула в сторону каменной груды. Обычная печь с трубой. Дым выходит в трубу, и все внутри бани остается чистым. А здесь дым валит в открытую дверь, поэтому черная копоть оседает на стенах и потолке. Крошечка-хаврошечка принялась похлопывать детей по плечам распаренным березовым веником и приговаривать. Березовый пруток! Самый лучший лекарек! Я больше черную баньку люблю. Уж очень у ней дух здоровый и пар легкий, сказала она. И плеснула на камне полный ковш горячей воды. Каменка зашипела, заплевалась горячим белым паром. Как доброе чудище! Женщина поставила детей перед собой и принялась поливать их водой из ковша и приговаривать. С гуся вода, с лебедя вода, а с оли да с коли худоба водится в море, а вы растите в гору. Она довольна для дела чистых и румяных детей. Затем протянула им новые вышитые рубашки. Надевайте и бегите скорее в дом. Там баба Марья пришла, будет вам сказки сказывать. Баба Марья оказалась маленькой сухенькой старушкой. Она пристроилась на теплую печь и единственным передним зубом откусывала по маленькому кусочку пышного пирога с капустой. «Знаем, знаем, какое дело вас сюда привело!» Она вытерла фартуком руки и посмотрела на Олю с Колей. «Не просто расколдовать Василису-сушку-премудрую и изничтожить яйцо Горынычева. Я ведь знала Василису-премудрую. Подружка я ее, Марья-искусница. Чай слыхали про меня?» Старушка поболтала обутами в огромные лапки тонкими ножками. «Конечно, слышали, мы знаем вашу сказку!» Оля с Колей посмотрели во все глаза на необычную гостью. То-то довольно улыбнулась беззубным ртом старушка. «Вы не смотрите, что я старая да убогая. Раньше я была хороша, а уж лавка и шить, и вышивать, и ковры ткать. Все умело!» «Это сейчас мои глазоньки не видят и руки трясутся. Ведь я двести лет, а то и более на свете живу. Землю топчу!» Бабуля достала из кармана белую тряпку и иголку с цветной шелковой ниткой. Птичка-невеличка, носик стальной, хвостик льняной. Любовно приговаривая, она сделала первый стежок. Иголка послушалась умелых рук и, как живая, начала выводить затейливый узор. «Неужели это настоящая Мария-искусница?» Прошептала Оля Колина ухо. Мария как будто подслушала эти слова. Она наклонилась на тканью, и ее руки стали вышивать все быстрее и быстрее так быстро, что за ними было не уследить глазами. И вдруг все увидели, что Мария-искусница начала молодеть на глазах. И скоро вместо дряхлой, сухой старушки за работой сидела полная сил, крепкая молодка. «Вот что любимая работа с человеком делает!» И лечит, и молодит! Красавица подняла голову и весело посмотрела на ребят. И хаврошечку с ясными синими глазами. Много лет назад я была в царстве Кощея Бессмертного. Услышан он про мое искусство рукодельное, да и украл меня к себе в прислужницы. Спасибо сыночку моему, Иванушке, и подруженькам моим, Василисушке и Варварушке Красе Длинной Косе. Вызвали ли меня из лап нечистой силы? «Тетя Марья, тетя Марья, Варвара Краса – это наша прабабушка!» – запрыгали Оля и Коля. «То-то я смотрю, дедушки, что ваши личики мне знакомы!» «Ну, вылитая Варварушка, такие же красавчики!» – похвалила она близнецов. «Помогите нам, тетя Марья, расскажите, как найти Кощеева царство?» – попросила Оля. «И где раздобыть живую воду?» – подхватил Коля. «И помогу, и расскажу!» Марья ловко перекусила нитку ровными белоснежными зубами и в дело новую. «Только дороженько царство Кощея непроезжая!» – продолжала она. «Непроезжая и нехоженная!» «Путь до пещеры Кощеевой лежит через тысячу лесов и тысячу озер, мимо трех царств – медного, серебряного и золотого, мимо речки Смородины, где оглушает путников бодитским посвистом соловей-разбойник, одихмантьев сын – никому там не пройти и не проехать. А около входа в подземелье залегло идолище поганое. Про него люди рассказывают, что голова у него – спинной котел, а глазища у проклятого – спинной чаши, а носище был – калена стрела, в плечах косая сажень, а туловище – будто куча сена несметная». «И что же нам делать?» – расстроились Оля с Колей. «Как же нам через тысячу лесов и озер проехать и со страшным идолищем сразиться? Кто нам поможет?» «Мир не без добрых людей», – сказала Мария-искусница. «Найдутся помощнички, но первонаперво вам надо себе добыть богатырского коня». «Сивку-бурку!» – догадался Коля. Он сразу же представил себе, как скачет на лихом коне, и как соловей-разбойник и идолище поганое стоят перед ним, взявши за руки, и просят прощения. «Да, сивку-бурку, вещью-каурку!» – подтвердили Мария с хаврошечкой. «А что такое каурка? Это имя такое?» – спросила Оля. «Нет, не имя», – объяснила искусница. «Каурка – это цвет лошади. Каурая – значит коричневая. Есть еще вороные кони, кони – это черные. А есть в яблоках, так говорят, когда на шкуре лошади есть пятна другого цвета. Есть сивые кони с темно-желтой шкурой, а есть бурые, похожие на медведя. Значит, у сивки-бурки, вещей-каурки, шкура всех цветов сразу удивились дети? «Сивка-бурка есть у царя гороха. К нему и надо идти», – сказала хаврошечка. «А вот где найти живую воду, ума не приложу». «Недалеко от города Городец живет царь Горох», – продолжила Мария-искусница. «На высоком холме стоит резная избушка. Вокруг нее растут диковинные цветы. А в самой избушке – колодец с чистой голубой водой. Это и есть живая вода. Вот вам кувшинчик, в него и наберете живую воду». За беседой близнецы не заметили, как на улице стали сгущаться сумерки. Хаврошечка чипнула от полена возле печки лучинку и зажгла ее туголька из горшка. Горница наполнилась тихим мерцающим светом. Через маленькое оконце в избу просунул тонкий золотой лучик месяц-месяцевич. Он осветил уютную горницу, прогулялся по потолку и прыгнул на Олю-Колю, Марью-искусницу и Хаврошечку. В этот момент, далеко отсюда, мама, папа и Варя увидели в волшебном зеркале, как их дети сидят в окружении двух красавиц и мирно беседуют. Остальное мы прочитаем с вами завтра.